всем привет народ с вами варчик в этом видео посмотрим бой на имбовой шкоде t56 премиум и танк тяжелый 8 уровня карта у нас промзона еду в стандартно для себя место это на центре огромный вот этот центральный ангар у которого есть ворота эти ворота ломаются либо с двух обычных выстрелов либо с одного фугаса можно еще немного тараном задеть ворота они треснут как будто бы в один раз него снарядом попали и через трещины можно еще и стрелять ну и соответственно можно еще и в ответ получать в начале боя ворота сломали по перекатке тяжей удалось немного настрелять урон чека это радует в начале боя получить преимущество и урон на стрелять также слева вижу колесник в кучах угля катается даю ему на упреждение хороший выстрел без сведения могло залететь мало нет но поскольку стандартная ситуация челлендж на лтшки за одну минуту отправиться в ангар поэтому успешно выполнен без него никуда поэтому снаряд но не имел права промахнуться поскольку челлендж нужно выполнять иначе никак дальше наш тут будет перестывочка ст 34 от борта борт уж кодит 56 очень крепкий танкует он очень хорошо есть надгусечная полка но она выполнена не как ровная такая плоскость а закругленная поэтому надгусечную полку танк не пробивается но на vld есть такая толстая можно назвать это шов такой толстый стык vld и борта туда может залететь там брони мало поэтому наискосок если там сбоку в щеку залетает иногда туда пробивает конечно печально казалось бы борт толстый но иногда любой снаряд может пробить если попасть в эту небольшую но очень тонкую зиму зону также у нас имеется лючок но в целом на таком расстоянии лючок вряд ли кто-то выцелит при том что я особо не даю это делать не стою на месте продолжаю обстреливать эти ворота смотрю где кто подставляется ищу варианты в кого бы пострелять вижу что у нас на зелени там какая-то движуха начинается какой-то замесик преимущество на нашей стороне на зелени в дальнейшем это принесет нам свои плоды очень хорошие для нас это очень хорошо для дальнейшего развития атаки дальше продолжаю ст 34 перестреливаться я справа попробовал постреляться слева опять направо и вот решил что пора бы ехать опять к т34 с ним хорошо получалось перестреливаться поэтому я вернулся наношу ему еще один урон один снаряд не залетел конечно обидно но еще и альфа пару раз не прошла в него минимальные там какие-то 350 вылетает обычно на шкоде ты 56 вылетает очень большая альфа там 480 500 такое часто происходит хотя казалось бы альфа у танка 460 но насколько же часто летит намного больше в районе 500 но в этом моменте было два раза там по 350 350 с хвостиком такую альфу на шкоде я вижу крайне редко бою у меня уже на ней очень много средуха 3000 3 отметки я взял давным-давно но продолжая играть на этом танке поскольку но он нереально кайфовый в нынешнем turbo рандоме на таком танке реально по кайфу играть он очень подходит своим стилем игры к игре игры к игре пушка подходит максимально под игру world of tanks под эти двух трехминутные бои такой жесткий дпм с барабаном с альфой на таком танке держать высокую средуху очень легко хорошо и самое что главное приятно орудие и броня вполне себе хорошая здесь у нас тут моменты стрельба с вертух друг друга пробили хорошо что у меня вертуха залетела это очень радует хп у танка конечно же не бесконечно но я его весь бой не тратил поэтому разочек разочек я его разменял ничего страшного поскольку счет у нас уже в нашу пользу поэтому нужно уже как-то продвигаться дальше с левой стороны у нас уже зелень союзники выиграли что дает мне возможность объезжать этот центральный ангар с левой стороны и здесь от насыпи и в трещины в стенах стрелять по врагам не всегда успешно но порою и успешно враги особо ничего не могут мне сделать а я стреляю и наношу урон с этой стороны когда союзники сзади всю зелень заняли абсолютно комфортно и безопасно себя чувствуешь если хоть кто-то на меня упорится то союзники зелени меня прикроют также здесь у нас еще 110 на центре стоит что-то там дремает то место куда заехала вражеская тяжелая 110 китайская помойка туда заезжать вообще не стоит практически никогда поскольку особенно в начале боя очень легко там слиться и делать особо нечего туда заезжаешь как в какой-то тупик из которого не можешь выбраться и везде тебе плохо с любой стороны поэтому в такие позиции загонять себя не стоит особенно в начале боя делать такие безысходные какие-то тупиковые раскатки это не очень преимущество нас уже очень большой я еду добивать уже врагу хоть какой-то урон и в конце боя он мне удастся еще больше настрелять здесь враги уже просто стоят ждут никуда не могут деться враг на перезарядке союзники почему-то этого не знают но я знаю поскольку я слышал что он раздавал барабан а значит он на перезарядке но мои союзники этого не понимают видимо без звука играют либо без экрана я же это слышал поехал раздал две пульки и поехал сразу не останавливаясь в последних врагов которые тут остались я еще и в них успею раздать и это хорошо 7 фрагов за этот бой я сделаю кучу урона мастер результат очень хороший до skoda t56 я бы не назвал супер фармером серебра но он фармит хоть и немного но стабильно с хорошим большим результатом танк сильный имбовый на нем реально интересно кайфово играть с вами был арчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем пока по-другому Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok